вот и дух ребята я по полю и думаю когда это все кончится шла стадо все коровки отдыхают ну нет не все конечно у них свой распорядок хотят лежат хотят вон там под деревом целая кучка улеглась а имела я ввиду когда это кончится когда она закончится гулянки у коров вот иду смотрю опять бык тут с кем-то пасется но сейчас то вроде просто пасется хотя поближе подойти надо проверить а вчера коровку осеменяли и позавчера и позапозавчера самый конец августа осень можно сказать на дворе три месяца быки стадия а коровы все они погулялись некоторые коровы причем молодые перегуливают уже по два и даже вот по третьему разу вот это блондинка нет она не гуляет и что с коровками случилось я не знаю в основном это молодые вот все мои старые коровы такие как рябинка покрылись прямо с первого раза милка еще там а некоторые прям не знаю что за причина если так с молодым начинать то можно плохо кончить коровки мясной породы ценятся за хорошую фертильность то есть они быстро восстанавливаются после отела быстро приходят в охоту ну и практически с первого раза покрываются а сейчас какая-то вот прям таки странная странная картина предположить я могу одно что все это произошло и происходит из-за последней вакцинации которую мы делали потому что никаких других закономерностей я выделить не могу точно могу сказать что такого раньше не было он даже моя древняя калинка может покрыться с первого раза кстати она очень долго не гуляла после отела а сейчас надо посмотреть не пришла ли вторая охота как она корова стаде гуляет все видно они вот так спокойно не лежат 2 основном бегает а быки за ней или один бык уж не знаю как они делят одну корову то ли один просто уходит уступая второму то ли он уже типа сделал свое дело теперь ты вот вчера наблюдала что один бык с коровой вчера правда еще такое начало было охота 2 быка бегали сразу и еще группа молодняка приклеивается сзади раздражают корову так что надо же психует а если бычатки маленькие начинают прыгать то взрослый бык даже поддает я горят он сейчас тебя толкнет посильнее своей головой и будет сотрясение или чё попроблемней так-то быки не обижают телят вообще на них не обращают внимание а в момент охоты конечно все возможно а почему меня расстраивает эта ситуация с перегулом коров да просто потому что отелы растянутся так-то конечно можно бы вообще и не следить и не смотреть какая разница когда отелится в ноябре всех проректалил посмотрел стильные не стильные ноябре уже обычно телят отделяем и потом быков убираем потому что такие отелы уже точно не нужны август до сентября месяц хотя и такие в этом году тоже были блондинка одна поздно телилась ряженка у нас видать скинула когда-то и принесла малихоновую телочку тоже очень поздно ну водится зиму жить будут жить с мамками отъема не будет когда отелы растягиваются очень плохо так бы раз все мая бы закрыться вообще супер бы был апрель май посмотри кати какую-то жвачку все наживала зеленущие слюни капают такая трава сочная язык и зеленый фу красотка вот эта коровка я наизусть и уже знаю она нас прошлого года не покрылась и сейчас гуляет и перегуливает эту блондинок и где-то есть у нас такая же одна гуляет потом молчит иногда цикл целый молчит потом опять загуляла вызывали смотрели так и не поняли чего у тебя слюни капают жарко ему спать мешает глаза лезут мысли злые становится и вот даже и лечить то не отчего проверили и узи еще специалист приезжал ну все в порядке ничего не находят ни кист с яичниками все хорошо у нашей там один поменьше так в тёлках и остались ну вот наверное до ноября месяца как раз им потом других вариантов не будет как пойдут на мясо ну а что сделаешь у нас так прошлом году мадоннина которая из двойни ушла на мясо также отходила два года одна принесла теленочка 2 нет но эти уже по два года было держать бесполезных коров сами понимаете не имеет никакого смысла если бы установили причину и сказали заболевание такое-то лечите так то можно бы еще попробовать а когда говорят что у нее все хорошо от чего лечить то можно даже тут исхитрялись прям в момент осеменения кололи стимулирующие препараты чтобы овуляция прошла хорошо нифига не помогло хотя вот той блондинки которая отелилась вот не так давно самая-самая последняя ноябре видать погулялась перед выходом быков ей помогло коровы ходят в моем грибном лесу вот этот лес которым я грибы собираю и не только я у нас вся деревня ходит и все время еще так меня спрашивают с претензией у вас быки в стаде у нас быки в стаде но поверьте у нас есть коровы для быков это не бык нападает на людей они у нас нормальные адекватные а корова может защищать своего теленка а то еще умудряются с собаками на прогулку идти а корова очень плохо реагирует на собак прям стойку стают или так было по первости в основном что у нас все огорожено электропастухом извините ребята это наши поля у нас спасется скот они у нас выкуплены в собственности что значит огорожено я же не ваш пришла огород огородила а по границам это земля сельхоз назначения и даже если вы ходили в этот лес когда-то хотя честно говоря и не ходили и ходить-то сюда не могли когда все трава была заросшена по колено не кошено годами ты какое по колено сюда и тропинта не было сейчас еще иногда так типа претензии предъявляют то не пройти то животные злые электропастух то еще чего-нибудь мои красавицы отдыхают в лесу рябинка рада а тогда ребята я сейчас говорила когда это все кончится я-то изначально имела ввиду не коров которые гуляют хотя так слова получилось и их тоже а имела я ввиду когда же мы закончим свою уборочную страду о смотрите наше сеяное поле опять отросло второй укос 1 косили здесь на сено а сейчас здесь скошено и делаем сенаж трава выросла хорошая погода стоит тоже хорошая оставлять конечно поле это грех как говорится хорош сюда мы выпустить не можем потому что поле такое земля рыхлая после вспашки они здесь все из копытят такое стадище пробежит поэтому косить и убирать мы наверное будем это до белых мух вон ребята приехали на помощь хозяева блондинок рисует а олег сразу мотает он часть поля вчера вечером согнал волки а вторую часть сегодня с утра и вот полдень поехали на работу хорошо конечно когда много техники у нас для кормозаготовки она вся есть даже для разной кормозаготовки и для сена и для сенажа я пока шла уже рулончики то появились никого нам нанимать не приходится как меня кто-то спрашивал по поводу вы нанимаете технику нет не нанимаем а чё спрашивали вы сено готовите сами или покупаете ну уж это такой вопрос вообще ну как сказать немного странный купить для сотни с лишним коров сено ну какая рентабельность то будет как это сами то подумайте да купить для одной молочной коровы дойной хоть сено хоть сенажа и корма все покупают правильно она вам молоком вернула а у нас что одним теленком раз в год этот теленок должен еще хорошо вырастить его нужно выгодно продать чтобы он окупил и содержание матери коровы и себя поэтому конечно корма мы заготавливаем сами и другого варианта тут нет при ведении мясного скотоводства должно быть вся кормозаготовка в хозяйстве производится самими своими силами и средствами ну и желательно на своих землях ну может конечно арендованных еще ну в общем то нужно иметь гарантию того что земля это есть ну а мы как я сказала будем убирать до белых мух осталось нам еще одно поле 14 гектар может чуть больше сделать но там еще даже не кошено и тогда точно все запасы у нас уже все 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 сделаны все ножа заготовлены уже больше нормы пришлось даже пленки докупать ну что сделаешь пусть лежит как это запас карман не тянет так что работают ребята пусть работают Олег вот на обмотчике на своем белорусике полежит сейчас пару недель и выведет с этого поля полежит там у дома ну или у места кормления где блондинки будут дислоцироваться а еще друзья в продолжении разговора в предыдущем видео показывала об укрытии эскирт сеном покрывали мы флисом много я получила замечаний на предмет того что он касается земли даже лежит я объяснила что мы немножко не угадали с размером и купили размер больше чем нам оказалось нужно из-за того что рулоны были смотаны у нас другого диаметра 120 а не 140 да правильно чтоб материал вот так находился на скерде сена не доставая земли но здесь немножко уже уходит и он практически земли касается но да кстати это не флис чтобы вы понимали это совершенно другой материал тарпаулин по-моему называется такая двусторонняя ткань ну не знаю как пленка даже такая шуршащая слышно так вот хочу сказать по поводу длины и правильного укрытия стога вот смотрите у нас снега зимой бывает иногда и по 70 сантиметров то есть это от земли будет даже может быть и столько то есть и снегом материал все равно завалится а если такие зимы как у нас а в Ленинградской области очень сыро то это может подтаять замерзнуть и так далее и все равно это придется откапывать отрывать отдирать ну в общем претерпевать неудобства так что все прошло гладко все равно не получится поэтому конечно не обрезать ни каким-либо другим образом убирать тот лишний материал от земли и вывешивать так как положено вывешивать мы не будем будет так как есть будет лежать на земле да он там лежит не на земле а на асфальте на бетонном покрытии о чем мне тоже написали у вас все примерзнет подложите подложки подложите деревянные щиты поясню и по поводу деревянных щитов либо каких-либо других подложек вот здесь сено лежит тоже вообще на земле и самое худшее что может спортиться это только нижние боковой рулон ну боковой потому что как раз по нему и может потом стекать сено но никаких подложек ни жеждей городить низ колес мы не будем ставим такие стога не первый год а уж десятый ничего страшного здесь нет ну испортилось немножко от земли все поправимо оторвал корку а при нашем кормлении геррифордов они сами все оторвут даже сожрут а щиты деревянные про которые вы говорили положить сюда ну в общем практически невозможно это не только добавляет работы ну сначала где-то надо взять да приобрести потом их уложить потом укладывать на них ну ладно что на них укладывать а вот сами-то подумайте как все это снимать вот подъезжает трактор как у нас шипом для того чтобы взять рулон и вот например в каком-то вот досюда месте торчит щит ведь мы не можем угадать длину рулона как вот здесь видите положено в разбежку да нижний ряд выступает так и щит может оказаться невостребованным и выступать дальше когда мы взяли ряд взяли мы его может быть весь сразу вот 10 рулонов уйдет а может быть не весь то есть чуть-чуть осталось вот значит здесь рулоны взяли и торчит этот деревянный щит а вот там сено еще лежит на этих щитах вытащить значит эти нижние щиты невозможно боковые ну и опять же представьте снег мороз все примерзло это сено прилипло не только к щиту а щит прилип к земле а его еще нужно как-то отдирать его нужно куда-то убрать а вот тут вокруг все будет завалено снегом это не будет зеленой полянкой ну и то есть такая абсурдная ситуация мы сами себе добавили работы трактор будет на этот щит наезжать он будет ломаться будут лететь щепки в общем картина ну не из таких приятных я вам нарисовала возможно у кого будет храниться там 10-20 рулонов и можно делать но не для таких скирт которых по пять штук за раз имеется работать с этим с этой подложкой совершенно неудобно и ничего страшного что сено лежит на земле даже на земле не говоря уже о каком-то другом покрытии нет то что там оно чуть-чуть питает влаги говорю особо страшного не происходит и да ребята по поводу этого укрытия еще вот обратите внимание как накрыт сток здесь и как и накрыт был флисом флисом он накрыт был так что вся боковая сторона и это из другой стороны были запакованы вот здесь до земли свисал материал укрывной этот вот этот укрывной материал ужасного вида так работать не будет для него важно чтобы вот я сейчас открыла и показала да смотрите видите вот так дырочки вон туда на просвет и вот там выше до веревки и дальше для него важно чтобы с торцов был продых иначе весь конденсат который соберется на этом материале уйдет в сено и перепортит вам больше чем сохранит поэтому мы уже наловчили с ним работать ну кстати уже не покупаем это просто остатки куплен флиз и перевязываем мы вот это веревкой потому чтобы не улетела но он не в натяжку не плотно вот видите всегда в свободном качении находится и когда дует ветер все там продувается боковые рулоны не успеют как-либо спортиться вот здесь даже поглубже закрыт верхушечка натянута притянута наверное с той стороны начнет ну и опять же у нас консервация не на вечное хранение а именно на сезон дождей хотя как многие опять же писали что о я в конце августа накрываю а в октябре уже снимаю зимой ничего страшного не происходит все на снега не боится но эти у нас вот дожди третий день как перестали после укладки стога они поливали так что здесь бы уже все было пролито при таком раскладе если ничем не укрыть лучше было вообще рулоном в поле лежать с каждого рулона отдельно стекает лучше и он хотя бы не портится чем вот такой скриде если уж нечем укрывать пусть разброс валяется и зимой считаю что портится очень сильно портится но говорю опять же все зависит от того какие у вас зимы у нас за ту зиму три раза полностью сходил снег полностью мы вот тут около этих елок просто плавали и сараи наши плавали там животные не могли находиться потому что там по колено воды стояло вот и вода бы заходила практически до этого стога поэтому в этом году он даже не ставит сток туда сместил его и ставит один ну а другие стога стоят в других местах поближе к кормлению по разных местах стоят в общем хранить сено надо тоже правильно и с умом приспосабливаясь под свои возможности пользоваться тем что имеете да флисс недешевый ну и этот тарпаулин не высказать даже стал тоже недешевым а учитывая что его хватает уж как мы аккуратно с ним не работали вот кстати им уже пользовались да в прошлом году он видите нигде внизу не порван хотя все это было засыпано снегом ничего не примежно но он все равно рвется о олег тут заклеил ну дырка отклеилась это надо прошить чем-то зацепилась и вырван клок у у кого есть возможность строить сараи навесы а все эти покрывашки это как говорится от бедности но на такое количество даже как у нас сараев уже не построишь очень дорого ну просто очень дорого вот такой сарай построить очень дорого ну возможно другие вариации конечно а влезает сюда 420 450 рулонов но это только четверть того что нам нужно ну хотя нет треть не четверть треть ну зато здесь лежит самое лучшее сено заготовлено в самый лучший период и скармливаем его своим животным с разных мест из сарая берем самое хорошее да и вот со стога похуже и самый последний кормозаготовки которая вот может быть происходило уже чуть не в августе поэтому так мешаем делаем микс в разные кормушки ставим разные рулоны и всегда они получают ценный питательный корм коровки пришли к дому какой-то бык там заблажил но не май точно орет я того по голосу знаю ну на этом всем до свидания оставайтесь на канале подписывайтесь лучше в дзене подписывайтесь учитывая что здесь говорят закроют не грузится невозможно смотреть еще много-много неудобств я здесь поменьше сейчас видео выпускаю хотя канал не бросила так что всех жду яндекс.дзен и телеграме всем удачи всем пока